Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ольга Илларионова. И это итоги уходящей недели. Сегодня в программе. Встреча в Сочи. О чем говорили президенты России и Турции. Саакашвили раздора. Как бывший президент Грузии рассорил Киев и Тбилиси. Меню с русскими девушками. Грандиозный скандал в Испании. Очередная провокация. Или почему русских ассоциируют с проституцией. Владимир Зеленского накрыло ящиком Пандоры. Услуги украинского народа нашли коррумпированное состояние. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Кто виноват в прохладе европейских квартир, знает Владимир Жириновский. Президент Владимир Путин провел переговоры с главой Турции Раджепом Эрдоганом. Встреча двух президентов состоялась в Сочи. Речь шла о взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве. Среди крупных совместных проектов первая турецкая атомная станция Акую, которую строят российские специалисты. А газопровод по дну Черного моря позволил Турции не только обеспечить внутренний рынок, но и стать крупным газовым хабом на пути в Европу. Но Владимир Жириновский уверен, на этом Эрдоган не остановится. Эрдоган хочет одного, чтобы мы разрешили ему захватить Северную Сирию, чтобы это была его территория, Турция. И там в Идлебе сидят боевики, которые подкармливаются Турцией. И они готовы это сделать. Но президент Сирии обращается за помощью к Москве. И Путин, наверное, предупреждает. Если сдвинешься в сторону Сирии, то мы-то там всё-то поломаем, к чёрту, все эти лагеря уничтожим. Поэтому Эрдоган боится, ибо он находится на территории чужой страны. Никто ему из НАТО помогать не будет, ибо Турция выступает как агрессор. Ибо там сирийцы у них 3 миллиона в Турции сидят в лагерях. За это они получают, Эрдоган, деньги. То, что их содержит в лагерях и кормит. Ему нужна именно территория. Французы ему подарили Санджак Александрийский. Это же территория Сирии. А там город Искендерун, турецкий велоед. С какой стати? На сирийской Турции. Ну, как Косово. То есть дали Турции часть Сирии. Теперь ему мало. Дай всю северную Сирию. Дай весь северный Ирак. Дай весь Азербайджан. Давай Туркмения и северное и южное. И так дойдёт до Индийского океана через Белудистан. Вот великая мечта. От Стамбула до Белудистана. Везде турки, арабов почти нет. Персы малочислены. То есть он хочет военными победами, новыми объединениями, новым государством как-то авторитет Турции приподнять. Ресурсов же нету. Ни газа, ни нефти, уголь и всё. Зангулдак город. А всё, кому сегодня уголь нужен? Это чёрная энергетика. Нужна зелёная. Курорт, а курорт и кончится. Будут там пожары или похолодания. И всё. Иначе на что жить туркам? Голодать будут? Умирать? Киев пригрозил Тбилиси конфликтом из-за ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Верховные Раде допустили, что действия грузинских властей могут привести к напряжённости между странами и в отношениях с Европейским Союзом. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займётся вопросом возвращения Михаила Саакашвили как гражданина страны. Владимир Жириновский полагает, что провокация вокруг Саакашвили может обернуться для Грузии войной и её распадом. У нас по всему периметру границ беспокойно. Нет ни одного направления, чтобы там всё в порядке. Там Прибалтика возьмите, Украина, Молдавия, Кавказ, Средняя Азия. В чём угроза Средней Азии? Буквально два момента. Это позвучалось. Казахстан лояльный, поэтому как бы с ним отношения получены. Он лояльный, потому что рядом Китай, а там Кашгары, Дунгани, Уйгуры, Джунгары. Как только Казахстан отвернётся от России, туда ворвутся орды тех, кого Китай с удовольствием выдавит в Казахстан. И Казахстана не будет. Вот в этом вся лояльность. Как всё время Армения и Грузия. Пришли к русскому царю, потому что без русских знамён и солдатов не было бы ни Армении, ни Грузии. Был бы ли персидский флаг или турецкий. В Средней Азии, Казахстан это лояльность на один час. С дата там будут талибы, другая будет лояльность. Будут Уйгуры, Кашгары, другая будет лояльность. Сегодня они в тяжёлом положении. Самый худший вариант, что мы будем их кормить, защищать, тратить патроны и будут погибать солдаты. Вот этого мы допускать не должны. Теперь Грузия, которую я знаю ещё даже лучше, чем Средняя Азия. Зачем мы сдали Аджарию? Абашисты говорят, я сделаю то же самое, что Абхазия и Южная Азия. Мы зачем сдали? Это Москва сдала. Это большая часть Грузии. Мы зачем, так сказать, не армяне, а халкалаки, а халкцыки, там армяне живут. Месьхетия, турки живут. Кардабани, Мернули, азербайджанцы живут. Планкистское училие северокавказские народы. Это при определённом стечении обстоятельств от Грузии вообще ничего не останется. Они это должны понять. А мы это не используем тоже. Шеварназе не собирался уходить. Иванов прилетает туда, министр национальных дел, и уговаривает сдать должность. Кому вы сдали должность? Саакашвили враг России. У Грузии самое тяжёлое положение. Она в стадии распада. Я почему говорю, что в Руставе, не исключая её, захват тюрьмы, и, так сказать, Саакашвили найдёт точку опоры, и вся оппозиция там соединится. Скорее всего, это будет Батуми. Рядом Турция. И турецкие войска будут переодеты в грузинскую форму. И будут идти на Поти, Кутаиси и на Тбилиси. И от Грузии ничего не останется, но какая-то часть Грузии войдёт в НАТО, войдёт в Евросоюз. То есть, Большая Кавказская война. Президент Украины Владимир Зеленский сменил статус «Слуги народа» на символ коррумпированных политиков. Мировые СМИ опубликовали так называемое «Досье Пандоры». Над ним работали свыше 600 журналистов из разных стран. Владимира Зеленского обвинили в преступной связи с олигархом Игорем Коломойским и получением прибыли с его компанией «Квартал 95» через сеть офшоров. Более того, Украина с времён правления нынешнего главы стала никому не нужным государством. Ну, ей делать нечего. У неё безысходное положение. Она никому не нужна. А турецкий президент, восточный человек, всегда с улыбкой, готов в чём-то помочь, что-то сделать, действительно какие-то списки передать. У них есть другие возможности списки передать. Ну, Зеленский тоже ищет, кто бы его пригрел. В НАТО не берут, в Евросоюз не берут, нигде не принимают, никуда не зовут. Поэтому здесь всё естественно. Маленький президент маленькой страны, ему хоть где-то кто-то позвал бы, улыбнулся, где-то какой-то вариант сделать, какую-то сделку заключить. Поэтому внимания не обращайте. Никакой угрозы нам нет со стороны Украины. И ни для кого нет угрозы никакой. И Турция никому не угрожает. Воевать никто не хочет. Вот они войска ввели в Азербайджан, ну и что дальше? Ну, через 2-3 года выведут. В Афганистан ввели, весь мир там был. 48 стран. Всё, весь блок НАТО. Ну, и постояли 20 лет. Даже не стреляли. У них там и патроны все сохранились, всё оружие. Поэтому это и мир входит в другую такую, как бы, ну, кондицию. То есть, армия есть, но воевать не будем. Оружие изготавливаем, но применять не будем. Большие деньги тратить не будем. Переговоры ведём, но ни о чём. Ничего не добьёмся. То есть, мир переходит в такую посредственность. Великих битв, революции больше не будет. Это у нас ещё коммунисты здесь что-то воркуют, шумят. Но Турция, повторяю, это последствия недальновидной политики Ленина. Её быть не должно. Иран в перспективе мог распасться на Туркмению, Азербайджан, Персию, Белуджистан. И на юге у нас не было бы ни одного государства, которое могло бы представлять какую-то опасность. А сейчас стоят две империи бывшие, Турция и Персия. А виноваты большевики. В Испании громкий скандал из-за социальной рекламы против проституции. Местная некоммерческая организация разместила баннеры в виде меню на услуги интимного содержания. При этом в списке фигурировали русские имена девушек. Скандальная реклама была размещена на автобусных остановках в ряде регионов Испании. Владимир Жириновский и представители ЛДПР в Москве потребовали извинений от испанских дипломатов. Антирусские настроения в Испании, как и в некоторых других европейских странах, они культивируются давно-давно-давно. Что маленькая страна, а тут на карту посмотрят три европейских континента, огромная Россия. И маленькие страны всегда завидуют большим. Слабым и сильным, бедным и богатым, дураки и умным. Это уже история человечества. И испанцы шли на восток, то есть в сторону России и с Наполеоном, и с Гитлером. И сжигали наши селы, города, убивали людей. А мы что сделали? Мы пришли к ним на помощь, когда у них началась гражданская война в 1936 году. Испания всегда была потерпевшая. У нее отобрали все колонии, все золото, разбили ее флот. И господством на море стали голландцы и британцы. А потом и голландцам пришел конец, только британцам. А сейчас и британцам пришел конец. Поэтому, конечно, это отвратительно, такие действия. Но это показывает внутреннее сдержание испанцев. И все это было сделано, как бы, накануне Международного дня против сексуальной эксплуатации и торговли с женщинами и детьми по линии ООН. Сняли рекламу. Но это уже эффектно произошел. Люди видели. Информационные агентства это все разослали. Поэтому свобода информации, демократия, имеет и большой отрицательный момент. Она действует разрушающе на все страны мира. Поэтому нам надо бить по национальному вопросу. Он самый чувствительный. Будем выступать за отделение Каталонии от Испании. Испанская ассоциация, занимающаяся защитой женщин от жестокого обращения, принесла извинения за скандальную социальную рекламу с использованием имен русских девушек. Однако в организации отметили, что у проституции есть национальность, поскольку большинство представительниц этой профессии в Испании являются мигрантами из других стран. Василий Власов полагает, что данная рекламная кампания – очередная провокация против русских. Унижают русских, что закрывают русские школы, что определенным образом ведется борьба с русскими. И постоянно вот такими вот уколами каждый день, каждую неделю мы получаем сигналы, что там унижают русских. Там социальная реклама против русских. Там школы закрывают против русских. Там сносят памятники советским воинам-освободителям против русских. Поэтому, конечно же, здесь только ЛДПР не остается в стороне. Мы жестко заявляем свою позицию. Сегодня здесь, на этой встрече с гражданами, с молодежью, с российской молодежью. Ну и, конечно же, это показывает то, что должна быть жестче позиция касательно всех геополитических вопросов. Только Владимир Вольфов и Джириновский дают прогнозы, которые сбываются, в частности, касательно русского мира, касательно будущих взаимоотношений с государствами, которые раньше входили в Советский Союз. И что мы видим сегодня? Каждый день, каждую неделю очередные провокации. Провокации в Прибалтике. Каждодневные, я бы сказал, ежечасные провокации на Украине. И вот уже мы добрались до Испании. Уж не знаю, что будет дальше. Еще раз подчеркиваю, жестче необходимо Европейскому Союзу и правительству Испании реагировать на эти вещи. Ни в коем случае нельзя просто, значит, давать, значит, спокойствие и оставлять в покое людей, которые размещают такую социальную рекламу. Жестче необходимо действовать. А что происходит сейчас? Просто сняли эти баннеры и все. Никаких официальных заявлений с извинениями касательно того, что разместили вот такую вот социальную рекламу, который ворочат и унижают русских девушек. Если мы будем действовать жестче, если на каждый такой посыл не только ЛДПР, но и другие политические партии будут реагировать жестче, эти провокации прекратятся. Если мы будем молчать, если мы будем закрывать глаза на унижение русских, не только в Испании, но и в Прибалтике, на Украине и в других странах мира, то ДЭТ продолжится дальше, и эти провокации будут нарастать каждый день. Первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом. Рынок отреагировал на это событие моментально. Стоимость газа, которая в начале недели пробила планку в 1200 долларов за 1000 кубометров, упала на 40 долларов. В резком повышении цены на природное топливо в Европе Владимир Жириновский обвинил Запад. Европейцы-то, они же поймут, что «Северный поток-2» зачем задержали? Два года назад могли пустить, сейчас бы не было кризиса. И цены были бы ниже, представляете? То есть они сами дураки, задерживают строительство «Северный поток-2», цены вздувают, и поток пойдет, но уже по этим новым ценам. Опускаться они не будут. Уголь дадим, уголь дадим. Газ захлебнетесь, задохнетесь. Вся интеллигенция наша в Америке будет тоже там плохо себя чувствовать, ее поставить на колени перед неграми тоже, как и белых американцев. То есть прекрасное будущее для русской внешней политики, для обогащения страны и наведения жесткого порядка внутри страны, чтобы никто больше... Россия может развиваться только в условиях особого режима. Я не говорю о репрессиях, я говорю о том, что это особый режим. Любой демократический, как в Америке, Британии, Франции, это не допустим. Страна расползется. Государственная Дума приступила к рассмотрению проекта бюджета на ближайшие три года. Владимир Жириновский остался доволен распределением средств. Он отметил, что его радует, что треть расходов заложена на социальные нужды. Политик призвал не отдавать богатство России другим странам и не прощать долги, а также никому не давать займы. Остается требование ЛДПР сокращать до предела помощь другим странам. Любую. Пандемия, пожар, гуманитарная помощь, наводнения. Меньше, меньше, меньше. Хватит содержать. До сих пор Кубу содержим, Венесуэлу, Белоруссию, Украину, все бывшие республики СССР. Если бы мы все, что мы раздали по всему миру, продавать давайте, но мы раздаем подарки. У своих берем, раздаем. Мы бы были сегодня самая богатая в мире страна. Самая богатая. У Америки проблемы. У Европы проблемы. У нас бы не было проблем. Что вы раздаёте, что такие добрые всё? Всех кормите, всех одеваете, всем оружие даёте, все воюют. Зачем это делать? Поэтому мы за это. Хватит кормить других. Всё оставьте дома. Пусть приезжают сюда и смотрят, как хорошо мы живём, как футбол. Приехали в Петербург, Москва, увидели стадионы огромные, хороший организованный чемпионат. Но, как сегодня, до сих пор мы прощаем долги и помогаем снова. В рот самолёты полетели. В Афганистан. Вот что это такое? Там убили наших солдат 13 тысяч. А мы сейчас будем помогать тем же талибам, которые там 30 лет назад убивали наших военнослужащих. Ну, в Сирию тоже это расход в основном. Конечно, там есть плюс. Мы испытываем новое оружие, утилизируем старое. Это выгодно. Но в целом это всё-таки расходная часть, поэтому надо искать доход. Продавать. Всё продаём. Всем поможем. Но за деньги. Вот сейчас газ. Тысячу долларов за тысячу кубов. Всё. Плати. Тысячу долларов, вот тебе тысяча кубов. А тебе нужно 10 тысяч. Вот тебе, пожалуйста, плати миллионы, миллионы, миллиарды. Но снижать цену, слишком низко делать. Или вообще поставки бесплатно. Имеет государство достаточно ресурсов, чтобы мы жили хорошо. Но не надо отдавать наше богатство, кому не лень. Продавать, пожалуйста. Долги не прощать. В долг не давать. Вперёд. Предоплата. И тогда у нас будет много и денег, и товаров, и оборудования. И больше счастливых лиц у наших граждан. Налог на добавленную стоимость – несправедливая пошлина, которая нуждается в отмене. Это мнение Владимира Жириновского. Отмена этого налога позволит уменьшить стоимость товаров и услуг на 20%. НДС крайне негативно сказывается на экономике России и доходах граждан, добавил председатель ЛДПР. Мы продолжать будем настаивать, перейти постепенно от налога на добавленную стоимость на налог с продаж. Самый эффективный налог. Продал – заплати налог. А добавленная стоимость – за что платить-то? Вот я вот бутылку разлил сюда, вот добавленная стоимость, я ничего не заработал. Давайте я продам, потом налог. А вот ты уже наклеил сюда, вот плати, а я ещё не продал. Он невыгодный, он тормозит развитие экономики. Налог на добавленную стоимость. Давайте налог с продажи. Продал, заработал, тогда и заплати. Вот, потом, значит, всё-таки постепенно прогрессивная шкала налогообложения. Мы сделали уже 13, 15, давайте сделаем 17%, 19, 25, 30. Потихонечку ввести к тому, чтобы охватить прогрессивной шкалой все доходы. Чтобы у кого очень много денег, заплатят больше. У кого мало вообще освободить. В Южно-Сахалинске количество нарушений, которые создают предпосылки к утечке информации, в регионе за год утроилось. В связи с этим прошло совещание под руководством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева с губернаторами и представителями силовых структур. В заседании принял участие глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Михаил Дегтярёв принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе. На этом совещании отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности в регионах Востока России. Даны рекомендации по усилению работы по защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления. Повышению эффективности борьбы с киперпреступностью, развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению отечественного программного обеспечения. Поручено обеспечить активное использование информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России. Кроме того, сделан акцент на необходимости профилактики распространения экстремистской идеологии в глобальной сети. У нас нарастает угроза информационной безопасности на Дальнем Востоке. Фиксируются и атаки на критическую инфраструктуру. Они все отбиваются, но интерес, в том числе и в иностранных государствах, растет. Если говорить за наш регион, то в Хабаровском крае все государственные информационные системы защищены. Все потоки информации находятся под контролем. Никаких угроз на данный момент мы не фиксируем. Ну а с точки зрения уже открытого информационного пространства, только за прошлый год несколько тысяч сайтов и информации в социальных сетях заблокированы решением правоохранительных органов и надзорных органов. Там, где были призывы к экстремистской деятельности, к террористической деятельности, здесь государство будет наращивать свои усилия. Я могу только порекомендовать нашим гражданам пользоваться только достоверными источниками информации, не верить фейкам, потому что все это очень может плохо закончиться. Борьба с недостоверной информацией, которая распространяется в сети интернет, в социальных сетях, она становится приоритетом на сегодняшний день, потому что очень серьезно влияет на сознание людей и совершенно людей дезориентирует. На совещании также затронуты вопросы борьбы с незаконным оборотом водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке и выявления аварийно-опасных участков автомобильных дорог в восточных регионах страны с целью снижения дорожно-транспортных происшествий. В начале октября Россия вспоминает жертв кровавого 1993 года. 28 лет назад противостояние между президентом Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Русланом Хасбулатовым закончилось расстрелом Белого дома и беспорядками в Москве. Позиция ЛДПР самая правильная. Левые кровь пустить, защитить парламент, правые Кремль Гайдарычу и другие подавить. Вот здесь ЛДПР стало. С кем быть? Кремль танки на парламент, а левые в парламенте расстреливать всех, кто будет приближаться к парламенту. А мы говорим нет, бросьте оружие. То есть, вы говорите, фальсификация выборов, что-то неизвестно. Сколько расстреляли людей у Белого дома? 300-400. Ложь. 4 тысячи было убито. Баржами везли по Москва-реке. Рядом стадион юных пионеров. Туда закапывали людей. Что у нас ходят поисковики в Карелии? Вы идите на стадион юных пионеров, метро Красная Пресня. Раскопайте все могилы. Сколько там лежит людей? Это был страшный октябрь. Если взять политологически, как это делает академик Воронин, то это называется уничтожение последнего, самого демократического советского парламента. Все. Вот 4 октября была поставлена точка. Советская власть закончилась. Не в 91-м году, когда красный флаг опустили. Флаг любого цвета можно поднять, опустить. А 4 октября, когда танками впервые в истории человечества, даже Гитлер не додумался, и демократ Ельцин отдает приказ, майор Евдокимов со своими танкистами расстреляли. Самый демократический парламент. Они формировали правительство. Они могли отправить президента в отставку. Они отвергали его законы. То есть более демократического парламента в истории Советского Союза России не было. И он был уничтожен. Кем? Демократами. Это тяжелейшая дата. 4 октября. Только ЛДПР заняла правильную позицию. Как по Хабаровску. Мы не вывели Хабаровск на улицы России, чтобы не было крови. И не поддержали ни Кремль, ни Белый дом. Чтобы тоже не было крови. Людей защищать. Живых защищать. А не хоронить мертвых с оркестрами и с цветами. Это были основные события уходящей недели. Всего доброго. До свидания.